Пешеходы стали дисциплинированнее, в большинстве ДТП виноваты водители. Такой вывод сделали сотрудники ЕБДД по итогам работы за полгода. В результате 11 человек погибли, 139 ранены, из них 11 детей, один ребенок погиб. На пресс-конференции в отделе автоинспекции подвели итоги работы за полгода и рассказали о нововведениях, вступивших в силу с июля этого года. Теперь многочасовое ожидание сотрудников ЕБДД со знаком аварийной остановки при мелком ДТП будет наказываться штрафом. Но это только в тех ДТП, где нет пострадавших. Штраф за неосвобождение трассы составит 1000 рублей. Обязательно зафиксировать надо положение транспортного средства относительно проезжей части. Если виновник признает вину и ущерб от ДТП менее 50 тысяч, то составляется европротокол. Страховые компании обязаны выплачивать компенсацию. Главное – зафиксировать место ДТП и заполнить все графы. Если консенсуса не удалось достичь, рассудят сотрудники автоинспекции. Больше всего аварий фиксируется в пятницу, субботу и воскресенье. И причина тому логичная – стало больше дачников. Большинство ДТП происходит по вине водителей. Пешеходы стали дисциплинированными. Трагедии, как правило, случаются на четырехполосных улицах в Орехово-Зуеве. Пункт 14.1 правил говорит о том, что пешеход, который ступил в правильную часть, он уже пользуется преимуществом. Некоторые водители комментируют это таким образом. То есть, если взять улицу Владарского, она у нас широкая, четвертополосная. Водитель едет по крайней правой полосе, пешеход переходит слева, делает шаг. Водитель поясняет, он еще далеко, я могу ехать. Вот. Неправильно это. И очень тревожит нарушение, если взять все ту же улицу Владарского, Уринского, где четыре полосы, когда водитель движется по одной из полос, по соседней полосе водитель останавливается. Правило четко прописано, что в данном случае водитель, который по соседней полосе движется, должен тоже снизить скорость на случай возможного перехода пешехода. Многие водители этим пренебрегают, а в результате происходят вот эти происшествия. Однако в этом году причиной ДТП стал далеко не человеческий фактор, а дорожный. Точнее, отсутствие дорог и разметки. В темное время суток водители дезориентируются без белых полос. В результате происходят столкновения. По этой причине в районе произошло два ДТП, где пострадали люди. Дорожникам выписывают штраф, но результата пока нет. Штрафные санкции повысились, и они очень приличные. Непорядка, значит, в статье 12.4, они 300 тысячи юридического лица. Штрафы каждую неделю выписывают. Дороги сами в таком состоянии. Я могу сказать, что те, что находятся в областной собственности, обслуживаются в областном бюджетном учреждении Московского самоскредита, они неисчастны в неприятном виде. А вот этот участок дороги от деревни Короткого до деревни Новое становится опасным ветреную погоду. Пластмассовое ограждение разлетается по всей трассе. Они их даже не залили ни водой, ни песком. Они летают по всей дороге при сильном ветре. И, соответственно, столбисты автомобилей, соответственно, люди получают повреждения транспортным средством. Отсюда шли все жалобы спросить не за кого, потому что та подряд, субподрядная организация собралась и уехала, и исчезла с политорией. И где, кто, кого искать. Последним вопросом встречи стала тема нетрезвых водителей. С 1 июля за вождение под шофе наступает уголовная ответственность. Уже два водителя ожидают решения суда и наказания. Штраф от 200 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или ареста. Всего же в этом году за езду в нетрезвом виде было остановлено 350 человек. Они были лишены правом управления до полутора лет, и после возвращения удостоверения у нарушителя будет действовать своего рода условный срок – один год. Если за это время он будет вновь задержан пьяным за рулем, то для него также наступит уголовная ответственность.